Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре бренд 361 Degrees. Вот так вот он именно называется, никак иначе. Сейчас посмотрим. Коробка. Смотрим нашу модель. 361 бренд. 899 юаней. ИС 8,5, 42 евро. Чайна 260, GP по идее 265 должно. Ну, мой размер всяко. Вот, расцветка у нас. На той стороне, что мы видим. Информацию различную. И размерную сетку. Женскую, мужскую. Ну, круто. В принципе, открываем. Опять же, здесь у нас quality control. Нечасто увидишь, чтобы именно делали штампом. Посмотрите, 23-го года. Свежак, просто свежак. Знаете, что я ощутил, когда открыл коробку? Оп-оп, полетело что-то. Я ощутил запах акварельной краски. Вот просто он до сих пор не выветрился. Вот так вот просто подносишь к носу. И вот акварель просто в усиленном виде. Как будто только покрасили, сразу же быстренько запихнули и мне отправили. Да, мне это прислали с Алиэкспресса. Именно сам производитель 361, так же, как и X-Step мне прислали. Ну, не совсем бесплатно. Чуть-чуть мне пришлось заплатить. Но в любом случае, спасибо им большое. Как обычно, у них никаких требований. Просто, чтобы я сделал, показал вам обзор. Мне еще проще, мне не нужно все закупать. Кстати, по модели. Вы видели, да, ценник в юанях. По деньгам она, я бы сказал, весьма дорогая. 11800 на момент заказа. Сейчас, может быть, еще выше будет. И не знаю, будут там, не будут. Какие промокоды дадут, не дадут. Но на X-Step тогда промокод был неправильный. Правильный был 2000 км. Там выходило вообще прям дешево. Здесь, если бы, допустим, брать на Пайзоне, они, по-моему, стоят около 500 или 600 юаней. Короче, там есть очень много интересных моделей от этого бренда. И подешевле. Я не знаю, зачем они присылают такие дорогие кроссовки, когда можно было более дешевые. Там по 300, по 200, по 400 юаней. Ну, не знаю. Хозяин-барин. Теперь, так как первый обзор по поводу самого бренда 361. Degrees, да. 361. Это, как бы, у нас 360 градусов полный круг. Символизирует, типа, профессионализм. А 1% это креативность, инновации. И все вместе с помощью этого вы добиваетесь результата. Ну, вот, типа, вот такая задумка. Вообще, я уже говорил не раз и повторяюсь, что мне весьма по душе, как они используют цветовые гаммы, как они используют материалы, разброс ценников. То есть, блин, ты можешь не обладать, да, какими-то деньгами, но попробовать, допустим, какие-то там модели за 180, за 200, за 250 юаней. Вот это типа модель, насколько я понимаю, марафонская для... То есть, она максимально облегченная для длительных забегов, с максимальной амортизацией. Они сказали, что это прям вот вы должны именно приборами, да, попробовать, замерить. И мы это все сделаем. И я даже протестирую, побегаю в них. Коля-то мне прислали. Ну и давайте, наверное, к самой модели сейчас перейдем. Я когда взял в руки, то есть, вот так вот, видите, как это выглядит. Я когда взял в руки, мне сразу же напомнилось Adidas, Adesero, которые в старых версиях, которые я, помню, хотел купить себе, но там не получилось. Там несколько раз срывалось. И, ну, я в конце уже, думаю, плюнул. Но нет моего размера 8,5 и нету. А почему я заказал зеленую расцветку? Это тоже, опять же, ну, такое все. У меня была модель Mizuno плюс Lamborghini. Я сперва ее себе оставил, но потом мне нужно было деньги, ипотека и все дела. И мне пришлось продать еще. Помню, приехали типа с таким недовольством за 7,5 тысяч рублей, купили эту модель. Хотя это как бы в сотрудничестве коллаборационная модель такая Lamborghini Mizuno. И очень считается, ну, топовая, крутая. Как вот эта зеленая расцветка навсегда запала в мою душу. И вот здесь такая же типа зеленая расцветка. Блин, я думаю, что бы не взять, да? Что бы не взять? И вот они у меня теперь в руках. Размеры, по идее, мой. Забегая наперед, да, реально они мне хорошо подошли. То есть, они полностью облегченные. Посмотрите, супер сетка, да? Она, понятное дело, вентиляционная. Коль вы видите, мои пальцы там просвечиваются, да? Она будет супер вентиляционная. Не знаю, насколько износоустойчивая. Вообще, ну, знаете, кто марафон пробегает, там, 50 километров, кое-кто и говорит, что вот раз пробежал, да, в этих кроссовках и выбросил после марафона. Ну, пару марафонов, и говорит, и выбрасываем. Но это раньше, сейчас не знаю как. То есть, как бы вы меня понимаете. Здесь типа заявлено то, что пена будет долго сохранять свою амортизационную способность, прыгучесть, ну и так далее. Классический силуэт, по сути, здесь все на клеевой основе. Кстати, здесь где-то надпись была, что типа для производства использовано 27 грамм углекислого газа для производства этой модели, одной пары. Не знаю, ну, что-то тут такое. Короче, опять же, типа, боремся там за природу, там, сохраним природу и все дела, как они обычно. Виднеется мне, спереди у нас идут светоотражатели. Кстати, да, я красоту, надеюсь, вам всю эту показал, по паропроницаемости, потому что, ну, паропроницаемость здесь будет суперская. Это все вы сейчас видите. Это просто, ну, как бы, выше всяких похвал. Но, сами понимаете, сетка такая, как она еще может? Конечно, она будет парить со всех сторон. Но суть-то в том, что здесь эта сетка по всему периметру, если вы обратите внимание, она просто вот здесь, вот, вот, смотрите, вот та самая сетка. То есть, я не знаю, как эта пятка будет себя чувствовать в таких кроссовках. Ну, вот, вот, здесь практически стакана нету. Ну, как бы там есть такое усиление. По классике жанра они сделали, вот, сверху, да, чтобы ваша пятка не выпрыгивала. И там, типа, вот, углубление такое. Шовчик посерединке. Вот, все, сами можете видеть, как изнутри это идет. Ну, прям вообще они очень легкие, тончайшие. Борьба за вес везде идет. Необычные своеобразные шнурки. Все здесь вот так вот. Вот сразу же бирку вам покажу. Вот, могли бы прислать более дешевые, как бы, более какие-нибудь, не знаю. Ну, я не выбирал, ребят, честно, мне просто расцветку сказали, выберите, и мы вам пришлем. Ну, ладно, вот логотип их три. Больше 361 дегрис не буду называть, 361 проще, да, и все. В принципе, неплохо, неплохо все для марафонок, как Nike, получается, у нас Vaporfly, да, там у нас, хотя Nike я не держал в руках и не тестировал, но суть сделана, все то же самое. Тут есть такие мелочевки, которые меня интересуют, да, вот, у нас здесь изображение змеи, листик, и вот это, я не знаю, на что похоже, может быть, на какашку, нет? Ну, ладно, ладно. Кстати, вот этот материал очень такой приятный на ощупь, симфетический, вот если бы его использовали вот вместо вот этих накладок, это было бы круто. Или, допустим, изнутри делали усиление вот здесь вот, да, всякие, это было бы тоже офигенно, потому что он более износоустойчивый, более эластичный, на мой взгляд. Но, как обычно, то есть хозяин-барин, весь прикол-то, в чем шумиха, надо посмотреть, что это за пена такая, да, виднеется мне, что немножко они, может быть, по жесткости отличаются, хотя я могу ошибаться, это прибор уже покажет. Она не прям дико мягкая, но она такая, знаете, прям отталкивает обратно. Это мы сейчас все проверим. Видите, как все сделано, выступает за пятку дальше. Надо посмотреть. Выемка здесь, отверстие, это как бы нагрузка, то есть типа идет, гасится удар, здесь пластиковая вставка карбоновая, ну вот как они вот все любят сейчас, вот эти все модели с карбоновыми пластинками, они все типа дороги, хотя, по сути, сколько они затратили на производство этой модели? Минимум времени и минимум материалов, все по минимуму, да, только максимум здесь промежуточная подошва. Ну, по сути, промежуточная подошва, это пирог, да, Quick Flame, Flame 2, Quick A1, то есть вот эта карбоновая вставка, ну, вы все сами видите, тончайший просто протектор, ну, вы сами можете поглядеть, его прям минимум, ну, я говорю, раз-два пробежался, да, 50 километров и выбросил. Вот так вот. Но я видел отзывы на эту модель, они, кстати, очень восторженные, ну, 550 юаней, это вам не, по-моему, не 12 тысяч, да, но хотя с нынешним курсом, может быть, скорость 12 станет. Так, ну, в принципе, вот такие вот кроссовки. Давайте сейчас замерим всякими приборами и посмотрим. А, кстати, я вам не показал стельку, стелька с перфорацией, обычная, прямая, ну, кстати, она какая-то такая прыгучая, на мой взгляд, да, да, да. Слушайте, это необычно, это какой-то другой материал. Здесь сверху текстиль, просто текстиль, кстати, никаких картонов, ничего, чтобы не испортить именно толчковые всякие эффекты от этой пены. Кстати, я вам не показал, что тут еще в коробке. Здесь у нас, что, как обычно, селикогель, аж две пачки. Здесь не поскупились. На бирки. Все-все-все-все на китайском. Ну, вот так вот. Конечно, меня интересует вес. Ее с 8,5, 222 грамма. Это, ну, не самые легкие кроссовки, но и не самые тяжелые. Это, наверное, даже полумарафонки, ну, или марафонки. Длина стельки у нас идет 26,9. На мою стопу 26,5. Просто идеально. Так, давайте поглядим. Твердость промежуточной подошвы. Она, думаю, будет разная. Давайте сверху. 34,5. Снизу 40. Здесь помягче, здесь потверже. Ну да, в принципе, так и есть, наверное. Наверное, 36. Снизу 44. Видите, если приглядеться, то пена как раз, вот как, знаете, как все эти бусты просто по-разному состоят из каких-то вот гранулок. И каждая гранулка, она уникальна. Как и на бусте, как и везде. То есть, и когда вставляешь, они немножко пожестче. Но сверху чуть мягче, здесь чуть тверже. Но, знаете, я заметил такую систему, что раньше, когда начали только производить буст, он был намного мягче. Потом его жесткость немножко менялась, увеличилась. Потому что, если подошва мягкая, она меньше сохраняет свою прыгучесть. Меньше. Она просто становится облачная со временем еще более. И поэтому нужно поймать баланс. И по моим, наверное, расчетам, хорошая подошва где-то в районе 33-35-42-43 должна быть, чтобы она была прыгучей еще при этом. То есть, если выше 50, это уже твердая, не прыгучая будет. Ниже 30, это уже облачная сильно. То есть, ну, вот такие вот параметры. Замер по резине 59. Но она здесь тонкая и как бы продавливается. Это как бы не показатель, наверное. Не знаю, есть ли смысл тестировать пятку. Ну, давайте. Вот так, 23. Маловато, вообще прям маловато. Что по сгибаемости? Ух, довольно-таки жестко сгибается. Но здесь, понимаете, вот такой вот перекат. Да, перекат вообще. Кстати, я вам сейчас сделаю замер толщина. Но она здесь такая мнимая, потому что здесь идет вот эта часть в боковую поддержку. Вот она виднеется даже. Вот эта пена, да, вот она. Ее кусочки края идет в боковую поддержку. Здесь утоплено. И вот отсюда, досюда я вам сделаю замеры. Сейчас это в сантиметрах. Вы, веду вам. Ну, и в принципе, давайте что. Попробуем все-таки согнуть. О! О! Очень сложно сгибать мне. Видимо, там вот эта пластиковая карбоновая вставка. Она, может быть, еще где-то досюда идет внутри. Ну, да. Перекат, дай бог, здесь идет. Ладно, проверим. Поглядим, насколько легко развязываются шнурки. 4,4. Результат, ну, такой. До пятерки не дотягивает. Вот такой немножко слабоватый. Вот мой тестовый такой стенд. Видите? Ага. Наш шарик-убийца металлический. Очень хороший результат, по-моему, это со стелькой был. Ну, мне показалось, что стелька чуть-чуть увеличивает еще прыгучесть. Ну, как бы у нас и возрастает получается толщина. Да? Ну, в принципе, это очень хорошие результаты, на мой взгляд. Интересно, что покажет буст и другие пеноматериалы. Ух! По-моему, погода-то ухудшается. Октябрь все-таки последний день бабьего лета. Ух! 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 Тучи ветер! Ух! 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 Продолжение следует...